здравствуйте мадам бурлеск доброго дня татьяна мне посчастливилось уже увидеть премьеру и я как счастливый зритель буду задавать вам сегодня вопросы но для наших дорогих рязанцев которые еще не успели прийти и посмотреть ваше грандиозное шоу расскажите пожалуйста вызги и рад за самого начала и погружались во все его проекты знаете все о его проектах чем бурлеск отличается от них знаете каждый проект индивидуален и действительно я знаю концепцию я знаю ребят которые сейчас данный момент работают в каждом из этих проектов но бурлеск это самый оскароносный самый эпатажный самый шикарный проект то есть у него есть определенная мы даже за эфиром сейчас с вами разговаривали определенная энергетика которая просто как магнитом притягивает взгляды и сердца зрителей действительно все блестящее в стиле варьете шикарные невероятные какие-то костюмы декорации которые восхищают и самого искушенного зрителя расскажите пожалуйста кто автор всего этого как это все готовилось и как это все было привезено в наш город конечно же автор вдохновители сердца нашего коллектива это гея эрадзе это продюсерский центр королевский цирк и его сердце гея с которым действительно я уже очень очень много лет и стоял у истоков еще 23 года назад в городе владивостоке у нас выпустилась первая премьера и сейчас спустя уже много лет а в нашем продюсерском центре есть четыре коллектива и этот проект был создан после нашей триумфальной победы на всемирно известном и самом престижном мировом фестивале в монте-карло именно под этот проект мы готовились мне кажется все эти долгие годы потому что номера которые туда мы привезли которые были представлены на суд мирового многоуважаемого жюри во главе с принцессой стефанией которая сидела и наблюдала и была за кулисами и была в курсе каждой детали и мы так переживали когда мы туда приехали вы просто даже не представляете я до сих пор помню это волнение и те номера которые мы представили они составили основу именно этого шоу когда мы вернулись с победой мы завоевали золотого клоуна причем это было первый раз это был 43 фестиваль за все 43 года золотого клоуна вручили не номеру а именно коллективу потому что мы привезли туда большое количество номеров и балетных постановок и жюри не смогло выделить какой-то один номер хотя конкуренция у нас была конечно же очень сильная со всего мира съехались самые сильные номера на тот момент которые существовали вообще в принципе в цирковой индустрии и принцесса стефания во главе со всем жюри приняла решение подарить и вручить этого золотого клоуна коллективу и бурлеск это именно тот коллектив почему я сказала оскароносная потому что мы обладатели золотого клоуна и когда мы вернулись в москву на целый год мы зашли с этим великолепным спектаклем и там и создавался этот спектакль который называется бурлеск мы работали целый год в цирке никулина на цветном бульваре где столичная публика и гости нашей столицы встречали нас неизменным восторгом успехом и после этого мы отправились уже в тур по городам нашей прекрасной страны собственно вот сейчас наконец-то спустя 19 год мы выпустили спустя уже как сколько лет получается 5 спустя 5 лет мы приехали в рязань потому что здесь мы были я лично здесь была в составе другого проекта еще бурлеска не было и я очень счастлива приехать сюда потому что здесь во-первых шикарный цирк цирк после ремонта нам как артистам это очень приятно шикарный зал закулисная часть а дирекция администрация все прекрасно все условия и я не могу не сказать конечно же а зрители самое важное самое ценное самое то что мы переживали из-за чего больше всего это была реакция публики когда мы вышли на премьеру конечно зал покорил нас всех это открытые открытые сердца открытые глаза это восторженные крики аплодисменты поэтому мы просто счастливы что мы приехали сейчас сюда в рязань и пробудем у вас до середины июля мы как зрители и вообще весь зрительный зал тоже счастливы я думаю некоторые придут повторно посмотреть ваше шоу потому что ну невозможно было остаться равнодушными помимо великолепного вообще великолепной внешней составляющей наполнение это уникальные номера есть технически сложные номера которые больше в россии никто не повторяет может быть вот расскажите тем зрителям которые еще не пришли к вам что они увидят конечно в основе этого шоу его величество трюк потому что мы с вами в цирке конечно же это театрально конечно же это антураж на этой мюзикл это и спектакль но трюковая часть нашего шоу вне конкуренции потому что очень многие номера обладатели разнообразных всемирных фестивалей золота я уже сказала про монте-карло но помимо этого всего еще есть очень много наград золотых наград на самых престижных фестивалях мира и если говорить о номерах я могу бесконечно это рассказывать потому что я очень люблю своих ребят я очень люблю свой коллектив я начну с самого финала когда неожиданно для зрителя из-под купола манежа льется ливень настоящие струи дождя под которыми без страховки наша семейная великолепная пара диляра и марат бекмаевы исполняют ну просто неимоверные трюки которые не делает в мире никто я всегда стою в боковом проходе я всегда на них смотрю я всегда переживаю мне даже сейчас мурашки с вами разговариваю потому что это вы знаете конечно мы говорим сейчас о трюковой составляющей это очень опасный номер крайне опасный номер они работают без страховки но энергетическая составляющая не менее яркая если вы были на шоу вы подтвердите сал аплодировал стоя и не могли отпустить артистов да крики браво взрывы эмоции это просто не перетать это действительно стоит прийти и своими глазами увидеть потому что даже в записи это уже не не так смотрится то она дольникова исполняет авторскую специально написанную песню для этого шикарного номера погружаясь любовь и это конечно грандиозный финал шоу хотя это всего два человека но какая между ними энергия какая между ними любовь насколько они профессионалы своего дела стоит прийти увидеть удивиться восхититься вдохновиться и просто быть счастливыми конечно же я не могу не сказать об акробатах на встречных качелях под руководством михаила филинова это абсолютно бесстрашные ребята которые тоже работают абсолютно без всякой страховки они перелетают с моста в мост и исполняя просто неимоверные головокружительные трюки которые весь зал всегда вот так и я в том числе я редко смотрю этот номер потому что я переживаю мне он очень нравится но это опять же это та же эмоция этот трюк у них номер сделан в нашем русском стиле это стилистика кадрилья стилистика русской души открытой такой широкой нашей и конечно это очень красиво и я знаю что именно после этого номера дети они к нам приходят подростки которые тоже в зале а это большая редкость потому что цирк всегда для детей мы всегда это знаем но наше шоу ломает все стереотипы к нам приходят подростки без взрослых просто подростки к нам приходят влюбленные пары потому что вы же видите какая у нас романтика да какая красота в конце к нам приходит старшее поколение без внуков и это так и есть приходят бабушки и дедушки потому что тот же встречные качели это русская кадриль это сопровождение артистов балета которые шикарно танцуют вместе с медведями которые холеные которые настоящие то есть это наша русская душа они просто все в изумлении и именно после этого номера подростки идут в спортзал они идут заниматься спортом дети вдохновляются и я этим очень горжусь сейчас на самом деле такой век когда все в телефонах все чем-то заняты много очень развлечений просто в виртуальной до такой среде она не настоящая а цирк это действительно настоящее живое искусство и вы видите нейросеть которая создала какую-то красивую картинку которой нет на самом деле вы видите потрясающих подтянутых красивых спортивных модельной внешности артистов которые выходят вот прям вот они перед вами и которые исполняют трюки которые выдают свои эмоции на публику и это не может не вдохновлять поэтому взрослые идут в тренажерный зал дети идут в различные спортивные секции все хотят достичь хотя бы на какую-то степень той физической формы и того эмоционального всплеска как они видят у нас на шоу помимо совершенно невероятных сумасшедших суперских как мне сказал один ребенок в антракте акробатов гимнастов животные в цирке казалось бы уже чем можно удивить людей какие номера дрессуры могут вообще поразить взрослых но в то же время я как взрослый была удивлена вот в частности далматинцы верхом на конях или аттракцион африка как удается находить что-то новое в казалось бы уже том что изведано с ног до головы да вы правы и опять же я вывернусь что это бурлеск это шикарно правда пятнистые лошадки пятнистые пони далматинцы которые все в пятнышках и все это идет мелькает работает перемещается это настолько интересно и это настолько забавно но это настолько же сложно потому что дрессура у татьяны мащенко превыше всяких похвал она профессионал своего дела мне кажется никто в нашей системе росгосцирка не делает таких сложных трюков с животными плюс ко всему этому это же смотрится это восхищает и все зрители всегда задают вопрос вы их красите а они на самом деле все от и до пятнистые порода лошадей называется чубарая порода мазь такая лошадей и она специально они закупались это алтайская порода которая приехала к нам и татьяна их взяла и вот они все друг с другом дружат все все это вот мелькает и все это настолько здорово и красиво и конечно же эта идея пришла в голову гии гии радзе то есть это тот генератор идей которые вызывают эмоцию эта эмоция может быть абсолютно разная потому что весь спектр красок и эмоций присутствует на шоу от радости и смеха потому что это бурлеск а бурлеск вы знаете что с французского переводится как шутка 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 поэтому это ярко это эпатажно и каждый номер и даже даже африка конечно у нас огромная большая экзотическая группа животных но как она представлена стиле аватар это все в каком-то сказочном таком африканском вы как будто погружаетесь это как будто 3d реальность и вы попадаете в этот мир африканский мир который вас затягивает да потому что помимо того что братья дудкины демонстрируют трюки которых тоже не делает никто потому что зебра они в принципе не поддаются дрессировке но их любовь к животным творит чудеса и они ручные они ласковые они доверяют людям они знают людей обезьянки которые настолько забавны и это все настолько здорово смотрится и плюс ко всему прочему это же антураж на это огромные пальмы на которых не адресированные животные там лемуры которые живут абсолютно такой же жизнью как они живут действительно в джунглях в африканской саванне они перемещаются по пальмам они дергают обезьян они заигрывают с артистами балета за этим так интересно наблюдать и иногда зритель смотрит не за трюковой частью а просто затем как на пальмах перемещаются эти забавные экзотические животные которых редко где можно в принципе увидеть поэтому это сказка в которую вы действительно погружаетесь и которая изумляет и которая знакомит вас а действительно не по картинкам учебников а вот в реальной жизни вот их среда обитания вот так они выглядят вот такая культура в этой стране вот такая музыка сопровождение вот такая энергетика вы погружаетесь в это все поэтому конечно это интересно у нас огромное количество животных а чего стоит одно появление или вылетания белого пегаса белый белоснежный конь с огромными белоснежными крыльями тяжелый дым застилает весь манеж и кажется что он парит в небесах это же эффектно это же настолько гениально уникально абсолютно все в этом шоу но наверное то чего никто еще из наших телезрителей не видел это номер трансформация что это за такой номер трансформация или quick change это быстрое переодевание это определенный жанр циркового искусства когда артисты очень быстро меняют наряд в чем его изюминка конечно же в масштабе никто нету такого номера нету трансформации такой глобальной во всем мире потому что у нас 12 человек плюс главный герой щелкунчик единовременно синхронно меняют наряды буквально каждую минуту номера плюс естественно это же масштаб огромные трехметровые точные копии императорских яиц фаберже просто вот они на манеже создают атмосферу такую императорской роскоши шика изящества опять же это бурлеск этот номер был специально придуман и подготовлен опять же геи радзе для всемирного фестиваля в монте-карло потому что у карла фаберже у него есть и русские корни и французские корни это наше русское достояние с французскими корнями то есть это такой синтез потому что цирк всегда он был и будет вне политики это искусство которое покоряет сердца которое затрагивает душу и поэтому здесь нет разницы в том что где и когда мы представляем и фаберже это что-то вот такое невероятное получилось грандиозное красивое причем она идет в сопровождении музыки чайковского это наше русское опять же достояние да это музыка которая даже сама музыка одна музыка вызывает эмоции которые погружают вас в эту сказку сказку о щелкунчике сказку о волшебстве о доброте это изумляет и конечно же зритель смотрит и наблюдает как это произошло что случилось и вот опять же возглас зала это тоже очень важно и в середине номера всегда идут аплодисменты на каждом трюки идут аплодисменты поэтому да фаберже это то чем мы гордимся это наша визитная карточка это жемчужина российской цирковой государственной компании тот номер который открою вам секрет в этом году в сентябре будет представлен на уже третьем всемирном фестивале санкт-петербурге который будет проходить фестиваль без границ и наши ребята поедут представлять россию именно с этим номером мы все в предвкушении все в волнении за один раз это просто не увидеть и не оценить и не рассмотреть поэтому мы всех ждем приглашаем пока мы здесь приходить потому что наш гастрольный график здесь очень короткий всего полтора месяца до середины лета сейчас тем более летние денечки они очень быстро летят поэтому приходите приводите своих друзей рассказывайте о нас и мы будем всех ждать в этих прекрасных стенах рязанского государственного цирка и осталось отметить что мы даже о половине того что можно увидеть на этом шоу не успели рассказать в этой короткой беседе поэтому собирайтесь покупайте билеты которые улетают как горячие пирожки и бегите на шоу-бурлеск спасибо татьяна до новых встреч до новых встреч до новых встреч